Здравствуйте, меня зовут Виталий Микоряков. Я кандидат медицинских наук. Занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. И в этом видео мы разберем тему, какая разница между наносекундным и пикосекундным импульсом у лазеров для удаления тату. Давайте начнем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Набирают обороты пикосекундные лазеры для удаления татуировок и татуажа. Я сейчас говорю про оригинальное качественное оборудование, а не китайские подделки. Давайте попробуем их сравнить. Я сделаю это наглядно и только по одному параметру. По пиковой мощности. Пиковая мощность это один из ключевых показателей, которые влияют на эффективность разрушения искусственного пигмента в коже в момент воздействия лазерной вспышки. Зависимость достаточно простая. Чем выше пиковая мощность, тем интенсивнее происходит измельчение частиц краски в коже и дальнейшее ее очищение от тату. Давайте сравним по этому показателю два неодимовых лазера. Первый будет гипотетический наносекундный лазер хорошего качества, который выдает реальную энергию 1000 миллиджоулей в моноимпульсе длительностью реальные 10 наносекунд. Второй будет гипотетический пикосекундный лазер, который выдает 400 миллиджоулей в моноимпульсе длительностью 450 пикосекунд. Сравним их пиковую мощность при одинаковой энергии импульса в 400 миллиджоулей. Проведем несложные вычисления. Пиковая мощность наносекундного лазера будет равна 0,4 джоуля разделим на 10 умноженное на 10 в минус 9 секунды и получим 40 миллионов ватт. Пиковая мощность пикосекундного лазера будет равна 0,4 джоуля делим на 450 умноженное на 10 в минус 12 степени секунды и это составит 888 миллионов ватт. Разница составляет 22 раза. Это очень много. И даже если увеличить до максимума энергию моноимпульса у наносекундного лазера до 1000 миллиджоулей, то разница все равно будет почти в 9 раз. Механизм воздействия на пигмент и ткани отличается у этих типов лазеров. Несмотря на одну длину волны такая колоссальная разница в пиковой мощности и длительности импульса приводит к отличиям. Наносекундные лазеры действуют на пигмент за счет фототермического эффекта, а пикосекундные лазеры за счет фотоакустического. Есть неоспоримые преимущества у пикосекундной технологии и перспективы развития индустрии лазерного удаления татуажа и тату в сторону большей эффективности и скорости удаления искусственного пигмента. Однако это накладывает новую ответственность. Больше пиковая мощность, выше интенсивность воздействия и, соответственно, риски побочных эффектов и осложнений. Поэтому с таким инструментом нужно уметь грамотно работать и понимать особенности и отличия от работы наносекундными аппаратами. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.